Горячо любимый во всем мире. Создатель «Лебединого озера», «Пиковой дамы» и «Щелкунчик» от Пётра Ильича Яковский скоро прозвучит на ульяновской сцене. В ноябре исполняется 128 лет со дня смерти великого русского композитора. В честь годовщины симфонический оркестр губернаторский исполнит две симфонии. Патетическую «Си минор» и другую, не менее масштабную «Ми бемоль мажор», получившую название «Жизнь». Это произведение сыграют впервые в Ульяновске. Симфония не окончена, над ней Чайковский работал в последние годы жизни. После смерти Петра Ильича произведение дорабатывал его ученик и друг Сергей Танеев. Позже симфонией занимался композитор Семён Богатырёв. Автором новой редакции и оркестровки стал композитор Пётр Климов, бережно сохранивший все фрагменты и эскизы автора. Так сложилось, что я стоял у истоков восстановления во второй редакции его симфонии, которую не дописал. Он возвращался из Америки, набросал симфонию «Ми бемоль мажор». Даже в некоторых источниках считается, что он писал письмо своему брату и назвал её словом «Жизнь». Потом музыковеды опровергли это слово. Тем не менее, Пётр Климов, который восстанавливал, вторую редакцию делал, первую редакцию делал Семён Богатырёв. Он назвал вначале симфонию «Жизнь», потом отказался от названия. Мы её всё равно называем «Жизнь». Что интересно, редакция Петра Климова доступна не всем дирижёрам. Лишь у некоторых маэстро есть авторские права на её исполнение. Юрий Ткаченко вошёл в число избранных. Дирижёр не первый раз играет с оркестром губернаторский. Спустя несколько выступлений у музыканта сложилось определённое мнение о нашем коллективе. Я должен сказать, что ваш оркестр ульяновский удивительный. Он любит работать, чего не могу сказать в адрес некоторых коллективов. Трудолюбивый, упорный и настойчивый коллектив. И вынощивый в таких сложных условиях, которые нам предоставил, например, этот симфонический форум, который на самом деле был смотром оркестров. Репетиция прошла, все технические моменты отточены и сыграны. Остаётся несколько дней на осмыслении сложной и прекрасной музыки. Симфонии Петра Ильича Чайковского прозвучат во Дворце творчества детей и молодёжи 13 ноября.